добрый день любители радиоуправляемых моделей сегодня в нашей мастерской не совсем обычный видео урок год дело в том что мы вообще-то не занимаемся сборкой уже готовых заводских кит наборов мы делаем модели с нуля своими руками но сегодня мы решили сделать исключение так как мы получили подарок от игоря звездина самолет эклипсон полностью напечатанный на 3d принтере модель интересная и поэтому мы решили ее собрать в том числе видео формате хотя мы посмотрим что такое 3d печатные модели как они собираются и что из них получается но для начала распакуем эту посылку и посмотрим что в ней находится на одном из стримов мы уже показывали часть деталей от этой модели сегодня разберем более подробно что здесь находится и что должно в итоге получиться коробка в общем-то не тяжелая для своего размера в ней находится спецификация на модель фотографии готового самолета что должно получиться и собственно сами детали и для сборки этого самолета комплект деталей для сборки крыла крыло будет собираться сегментами также какие фюзеляж все такие 3d принтеры имеют ограниченный размер печати это я так понимаю детали стабилизатора и лучше хвостового оперения фурнитура моторама крепления для сервомашинок и крышки что сервомашинки прикрыть чтобы их не ломалось на посадках набор деталей для сборки шасси кок винта платформа под аккумулятор судя по всему самые габаритные детали это детали фюзеляжа модели как видите деталей вроде бы много но на самом деле все это сегменты нескольких отдельных элементов самолета и собираться он должен достаточно быстро так что нам в общем то интересно тоже посмотреть сумеем ли мы в рамках одного видео собрать весь планер этой модели сборку модели мы начнем с фюзеляжа сейчас достану все детали что интересно каждая деталь упакована в отдельный пакетик и в каждом пакетике есть надпись что это такое номер детали ну и можно по спецификации посмотреть куда эта деталь ставится также в этой модели есть особенность то что пластик уже имеет какой-то определенный цвет снаружи уже глянцевый достаточно ровный и клей внешнюю поверхность пластика попадать не должен так модели все-таки краситься уже не будет это вот соберем ее в таком виде в каком она есть как в каком пришла то есть будет желто-синий самолет и поэтому перед сборкой обязательно запаситесь аппликаторами в моем случае это пластиковый аппликатор брался когда-то в свое время на хоббитинге в принципе они сейчас продаются там и активатором для цикле на собирать мы эту модель будем по большей части на цикле также чтобы не испортить мебель не забываем застелить рабочую область пленкой его теперь можно будет работать кстати порядок сборки на сайте производители на сайте разработчика вернее этой модели есть есть видео урок конечно показано быстро ну у кого есть желание всегда можете зайти и посмотреть как как и в каком порядке эта модель собирается но ссылка на сайт будет в описании под видео ну теперь распаковываем детали поверхность надо сказать не совсем глянцевая все-таки чувствуются слои печати это конечно какой-то проблемой не является по крайней мере для внешнего вида модели детали довольно таки плотненькие прочность пластика хорошая даже такие тонкие детали фюзеляжа они напечатаны с довольно приличным качеством теперь примеряем детали как они должны собираться в каком порядке первым делом хвост фюзеляжа затем сегмент под крыло нос и вот так вот по кусочкам фюзеляж собирается самый хвостик будем приклеивать уже после установки хвостового оперения и его пока откладываем в сторону но теперь берем баночку цикрина и аккуратно начинаем детали склеивать торцы деталей их очень тоненькие промазывать их не просто мы стараемся чтобы на внешнюю поверхность много клея не попадала чуть конечно брызги будут вы их должно быть относительно немного теперь совмещаем детали главное собирать быстро и точно если есть подозрение что где-то клея не хватило то при помощи тонкого аппликатора можно аккуратно пройтись по шву и снаружи но очень аккуратно чтобы клей не портил нам потом всю модель чтобы не рисковать приклеится с брызгаем активатором все первые детали у нас соединены склеена кстати достаточно надежно уже так просто не оторвешь в таком же порядке продолжаем склеивать все остальные детали так как здесь будет доступ через кабину можно будет изнутри потом пролить все швы дополнительно клеем это PLA пластик на нем кстати клей моментально не схватывается что в общем то удобно можно подкорректировать положение деталей скажем если вы клеили из ПВХ то так долго корректировать детали бы у нас не получилось клей бы уже прихватился ну сейчас для надежности еще раз проходимся по всем стыкам этот подкрыльевой участок можно и отсюда промазать все равно видно не будет ну а борта прольем изнутри из кабины большая часть кузеля же склеилась держится уже довольно неплохо конечно надо сказать сборка такой модели она получается очень быстрая все детали уже подогнаны размеры сегментов довольно большие бери и собирай милое дело другой вопрос сколько времени тратится на разработку этой модели а потом на печать кстати место набирается вроде бы тоненькие корочки но в итоге собираешь их все вместе уже что-то начинает ощущаться фонарь кабины для начала немножко клея на плоскость совместим эти две детали ну а теперь еще дополнительно прольем стыки для большей прочности фонарь такой получается также он достаточно плотно устанавливается на фюзеляж сзади надо будет клипсу сделать для крепления вот большая часть фюзеля же у нас собрана теперь можно переходить на другие детали так это у нас руль направлении это собственно сам киль так вот они должны будут собираться все рули кстати здесь навешиваются на скотч предлагается навешивать на армированный скотч у нас к сожалению армированный скотч только не прозрачный серый или черный и портить внешний вид модели такими цветными полосами мне не хочется поэтому попробуем навесить обычный на прозрачный скотч но если будет плохо держаться все-таки поверхность не идеально гладкая тогда будем изобретать петли это детали руля высоты некоторые пакетики на липучках некоторые пакеты запаянные приходится разрезать вторая половинка руля высоты должна приклеиваться таким образом как я понимаю тем место склейки надо будет зашкурить и еще один кусочек ставится на правую сторону руля высоты руль небольшой модель это позиционируется как начального уровня так что очень резкого управления у нее быть не должно должна летать спокойно места склейки при необходимости подшкуриваем немножко клея и аккуратно детали совмещаем а на зашкуренный участок то прихватывается моментально так что это тоже надо учитывать руль высоты собрали ну и теперь устанавливаем на место хвостовое оперение детали стабилизатора тоже каждый в индивидуальном пакете кое-где есть почки пластика маленечко сразу подровняю кстати пла-пластик довольно плотный детали получаются жесткие и это хорошо профиль стабилизатора на этой модели полностью симметричный поэтому какую половинку куда ставить разницы нет просто устанавливаем их на хвостовой сегмент пока без клея пока просто примеряем и кель приклеивается ближе к передней стороне к передней кромке так как заднюю часть у нас должен занимать руль направлении вот если посмотреть то все детали у нас установлены ровно перекосов нет кель перпендикулярно стабилизатору ну а значит можно все приклеивать разбирать детали стабилизатора я не буду просто пролью клеем по стыкам цикрин жидкий он сам затечет куда нужно самое главное не переборщить чтоб клей не потек через какие-нибудь щели наружу на келе промазываем основание немножко клея можно залить в паз и устанавливаем детальное место самое главное все выставить ровно все побрызгали активатором клей схватился хвостовое оперение этого самолета также фактически собрано останется навесить рули но этим займемся немножко позже ну а сейчас у нас на очереди крыло правую и левую консоль лучше сразу отсортировать что туда будет приклеиваться вот крыло центральная часть детали левой консоли собираются точно так же какие детали фюзеляжа толерон будет навешиваться отдельно внутри консоли уже сделан силовой каркас пропечатаны нервюры то есть крыло тоже получается довольно таки жестким в качестве лонжерона также сделан такой короб из пластика и постепенно начинаем собирать консоли то что клей долго схватывается тут есть как плюсы так и минусы минус в том что приходится довольно долго держать детали прижатыми пока они не склеятся но плюс в том что есть возможность корректировки положения деталей все стики нужно будет тщательно проклеить конечно есть довольно серьезные сомнения насчет прочности соединений в частности лонжерон получается разрезной посмотрим как он себя поведет в полете будет ли хватать такой площади склейки конечно понятно почему все делается таким тоненьким жиденьким можно сказать экономия веса все таки пластик есть пластик он довольно плотный и тяжелый по сравнению скажем с тем же пенопластом ну вот на лонжероне например здесь можно было бы сделать хотя бы вот такие же выступы не знаю поглядим как этот самолет себя покажет в воздухе может быть крыльями будет махать кстати на крыле сразу сделаны лючки под сервомашинки сквозь лонжерон будут проходить провода что в общем то весьма удобно так что нельзя сказать что конструкция не продуманная продумывали явно и будем надеяться что все таки прочности кажется достаточной ну и также аналогично собираем вторую консоль вторая консоль очень даже легко идет отлично собирается первая была немножечко посложнее видимо не везде облой снят вот крыло тоже мы собрали теперь нужно сделать крепление крыла к фюзеляжу для этих целей находим комплект фурнитуры здесь есть уже закладные с гайками их сейчас нужно будет приклеить на фюзеляж в комплекте нет так что винтики на три нужно будет подбирать самостоятельно в наборе есть три шайбы без гаек и закладные с гайками их почему то четыре штуки посмотрим может где то одна еще понадобится шайбы сейчас приклеиваем на крыло на крыле есть три отверстия для крепления крыла к фюзеляжу как раз напротив них приклеиваем по шайбочке это просто дополнительные опоры чтобы шляпки винтов не продавили тоненький пластик обшивки крыла но детали с гайками соответственно приклеиваем на фюзеляж тоже три отверстия одно там подальше под кабиной сюда устанавливаем закладные детали с гайками для центровки дальнего элемента дальней детали воспользуюсь винтиком но здесь все и так хорошо видно можно просто промазывать клеем и детали клеить снятые фаски нужны как раз для того чтобы приклеивать в сторону борта ну и вот теперь крыло можно закрепить на фюзеляже так как оно и будет у нас стоять потом и вот теперь когда установлено крыло можно будет доделывать хвост кстати никаких направляющих тут нет поэтому выставлять хвостовое оперение параллельно крыло нужно будет на глазок ну вот уже самолетик у нас вырисовывается размеры не очень большие но размах метр двадцать правда консоли крыла тоненькие большой подъемной силы с такого крыла не будет но тем не менее размах хороший профиль довольно тоненький так что я думаю этот самолет вполне может быть и скоростным не знаю правда как с прочностью будут дела обстоять все таки кроме как пластикой никакого каркаса в крыле нет будет он в полете крыльями махать или не будет это проверим но по обводам модель я бы даже сказал ближе к скоростным самолетам собираем элерону собираем элероны филлероды готовы навешивать их также предполагается на скотч также сейчас посмотрим как будет ставится моторама в каком положении для крепления моторамы сделаны отверстия судя по всему под маленькие саморезы попробуем воспользоваться саморезами от сервомашинок судя по всему да как раз под них и делались отверстия на моторами уже заложен выкос так что тут ничего умудрить не придется крепление для батареи не видно где оно должно устанавливаться может поперек фюзеляже хотя скорее всего после того как будет определен центр тяжести это крепление должно быть приклеено так или в стоячем положении к сожалению в инструкции именно этот момент указан не был но по ходу дела разберемся ну и до сегодня закончим работу установкой шасси сама стоечка вилки для колес они все одинаковые это подкрыльевые стойки правая и левая соответственно шарнирные опоры носовой стойки она получается так вот должна стоять вращается туговато кое-где надо подработать пластик вот все стойка зашевелилась теперь ставим на место кабанчик носовой стойки его лучше не приклеивать чтобы стойка оставалась разборной и для того чтобы кабанчик не слетел зашплинтуем его при помощи кусочка проволоки края посильнее подгибаем все теперь кабанчик не слетит и в то же время стойка может поворачиваться ну и теперь крепим саму опору шасси для этих целей в наборе есть несколько пластиковых дюбелей и вот с их помощью закрепляем стойку на место вернее не стойку а вилку на стойке ну и остается поставить на место колесо колесики в комплекте маленькие так что в качестве оси будем использовать все ту же проволочку 0,8 миллиметра по такому же принципу как крепили кабанчик получается такая стойка резинкой нужно будет подвязать стойку чтобы она работала как амортизатор ну и теперь в носовую стойку вклеиваем фюзеляж довольно плотненько сюда вставляется остается пролить стики клеем аналогично собираем крыльевые стойки если дюбеля не хотят проходить в отверстие то немножечко отверстие растачиваем все таки при печати пластик может маленько поплыть небольшие неровности вполне в порядке вещей загоняем дюпель здесь резинка привязывается за одну из ног так это все будет крепиться к крылу в качестве амортизатора воспользуемся цветными резиночками в два ряда слабовато сделаем в три три слоя кольцо это сворачиваем вот он амортизатор если честно конечно мне вся вот эта пластиковая конструкция особого особой надежды не внушает вот шасси сделаны слабовато явно слабовато конечно я понимаю что этот самолет не для аварий не для крашей разрабатывался ну даже просто жесткая посадка скорее всего для стоек для шасси окончится плачевно ну опять же будем тестировать посмотрим как себя покажет модель вполне возможно и рекомендации производителю дадим где то что то усилить взлетный вес этой модели по заявлению производителя порядка 800 грамм то есть не самый легкий самолетик и делать вот такие жидкие стойки не знаю на сколько их хватит конечно может быть по идеальному асфальту они работают с качественными аккуратными посадками но так как модель все таки позиционируется как тренировочная не знаю все же я бы делал тренера более жестким и более крепким кстати пластиковые дюпеля скорее всего сделаны для того чтобы ломались именно они и для этих целей их в комплекте довольно много но все остальное оставалось целым что ж устанавливаем шасси крепятся они все на те же маленькие саморезы но вполне возможно что саморезики надо будет заменить со временем на более длинные сейчас посмотрю у меня пара штук есть хотя бы вот эти вот основные места креплений лучше закрутить более крупными и более надежными саморезами ну а на подкос можно и шурупчик от сервомашинки ну и вот получается такая у нас не знаю то ли птичка то ли рыба что-то такое акули в облике этого самолета есть модель конечно смотрится симпатично красивый самолет спора тут нет собирается достаточно быстро но есть на мой взгляд некоторые спорные моменты именно в плане прочности ну и вес сейчас даже не полностью законченный самолет он уже довольно таки ощутимо весит ради интереса взвесим такую еще и не законченную модель получается 410 грамм это только тушка при этом модели еще не закончена еще будут навешиваться рули будут устанавливаться крепления для сервомашинок даже просто весь оставшийся пластик сюда доложить уже грамм 450 получится но считайте еще требуется установить электронику которая потянет тоже грамм на 300 это итого 750 800 грамм взлетного веса для модели с размахом метро 20 вроде бы кажется не так много но тем не менее крыло узенькое и медленным этот самолет не будет однозначно так что сказать что это именно учебно-тренировочная модель спокойная модель наверное будет сложно но опять же все покажет практика все покажет облет но на первый раз я думаю достаточно модель мы практически собрали остается навеска рулей остается установка электроники и этим мы займемся уже в следующий раз так что кого заинтересовал этот самолетик не забывайте поставить лайки подписывайтесь на канал и конечно очень ждем эту птичку в небе посмотрим как летает модель напечатанная на 3d принтере ну и конечно еще раз огромное спасибо Игорю Звездину который прислал нам этот самолет ну я с вами прощаюсь до новых встреч до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по-взрослому